Решить проблемы сообща. В нашем регионе проходят встречи представителей союзов фермеров Казахстана с аграриями. Собрания состоялись в Казалжарском и Мамлюдском районах. На встречах говорили об итогах деятельности общественного объединения и обсуждали актуальные проблемы сельхозтоваропроизводителей. Что больше всего волнует наших аграриев после уборки урожая, расскажет Кристина Горбаченко. Уборка завершилась, а вот хлопот у аграриев меньше не стало. Сельхозтоваропроизводителей нашего региона в этом году собрали свыше 5,5 миллионов тонн зерна. Но оно пока не востребовано и продолжает лежать в закромах. Всему виной низкая закупочная цена на рынке. Небольшими партиями реализация зерна идет. Третий класс, кликовина 23,24, 32-33 тысячи деньги за тонну. Это, будем говорить, не покрывает даже затрат на ее производство. А вообще, по нашим расчетам, цена одной тонны, по тем параметрам, которые я сказал, должна сегодня быть не менее 45-47 тысяч деньги за тонну. Эту проблему члены Союза фермеров подняли в Астане несколько недель назад. Решения и точных ответов, когда цена на зерно вырастет, пока нет. Но есть проект постановления правительства о выделении средств и закупе пшеницы в Госрезерв. Закупа зерна объема 2-3 миллиона и продление срока погашения кредитов. Один из больных вопросов. В дальнейшем это социальные вопросы не решаются у нас, кредит не закрывается. Это все мы должны решить. Но пока, к сожалению, конкретного ответа нет. Прошло несколько дней. Мы надеемся, что Министерство сельского хозяйства нас поддерживает в этом вопросе. Еще одна актуальная проблема, которая волнует членов Союза фермеров – дефицит вагонов для перевозки зерна. Ее не могут решить уже второй месяц. Аграрии Мамлёдского района подняли вопрос об услугах проткорпорации на местных элеваторах. В двух местах мне ответили, зачем ваше зерно мне, хотя весной взяли у меня, зачем ваше зерно мне, если Россия мне везет дешевле и качественнее. Потом после всех этих лениц я поехал в проткорпорацию. Мне сказали, если даже будем закупать зерно, но на Мамлёдском элеваторе мы брать не будем. На сегодняшний день приемка идет со всех элеваторах, с теми элеваторами, которыми проткорпорация работала. С Мамлёдского элеватора идет приемка на сегодняшний день. По цене 46 тысяч тенге с клейковиной 27. Вот пока у них такой параметр. С клейковиной 23 проткорпорация вообще нигде не принимает. Говорили на встрече и о проблемах, которые хлеборобам создал зерновой холдинг. Больше двух десятков аграриев области там брали кредиты на весенние работы. Отдали 10% от суммы в качестве залога. Займы выплатили, а теперь компания стала банкротом. И деньги сельхозтоваропроизводителям никто не возвращает. По словам Нияза и Браева, сейчас идут судебные разбирательства. И возможно, только после их завершения вопрос возмещения денег, вложенных аграриями, решится. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.